Добрый день, мы начинаем второй блок лекций курса введения в нейробиологию для небиологов. Этот блок будет посвящен анатомии нервной системы, морфологии, цитоархитектонике. И дальше мы продолжим про сенсорные системы с Игорем Нечеловичем Бондарем. Я напоминаю аспирантам, что курс вообще-то два блока по выбору. Вот этот блок, следующий блок будет про высшие клиентивные функции. Вы можете выбрать один из двух. То есть кому что интересно. Но я вам советую все-таки анатомию, морфологию, когнитивные функции вы и так сможете нагнать. Ладно, мы начинаем. Наталья, забыла вашего числа. Вячеславовна. Вячеславовна? Да. Не Валерьевна и не Владимировна, справа. Хорошо, Вячеславовна. Спасибо, Ольга Владимировна. Я бы сказала, наверное, нужно и когнитивную, и морфологию учить. А не только одно что-то. Итак, сегодня мы начнем лекцию с введения в общее строение нервной системы млекопитающих. И остановимся подробнее на структуре, в первую очередь микроструктуре и функциях коры мозга. Итак, в ходе своего развития центральная нервная система сначала образуется как нервная трубка, передний конец которой затем превратится в головной мозг, а соответственно задний конец этой нервной трубки превратится в спиной мозг. Дальше в ходе развития на передней части образуются три так называемых первичных пузыря, которые затем далее в ходе развития также немножко, можно сказать, распадаются на пять пузырей. Собственно говоря, эти пять вторичных уже мозговых пузырей дадут основу пяти основным отделам головного мозга. Итак, давайте проговорим. Три пузыря – это прозенцефалон, передний мозг, мизенцефалон средний и ромбинцефалон, ромбовидный мозг, который, соответственно, передний мозг далее распадается, ну или разделяется, наверное, правильно говорить, на конечный мозг и промежуточный. Соответственно, средний мозг так и остается, и ромбовидный мозг разделяется на задний мозг, в состав которого входят мост и мозжечок, и продолговатый мозг. И это мы можем видеть также на мозге уже взрослого человека. Мы видим, у взрослого человека большую часть мозга занимает конечный мозг, куда входит кора мозга, а также базальные ядра, промежуточный мозг, куда, как я говорила, входит таламус, небольшой средний мозг, задний мозг, куда входит мост и мозжечок, продолговатый мозг. И, соответственно, продолговатый мозг затем уже переходит из головного в спиной мозг. Это такой общий план строения, чтобы, если кто-то со времен экзамена забыл, то вспомнить. И теперь переходим, собственно говоря, к самой верхней и, наверное, эволюционно молодой части центральной нервной системы, к коре мозга. И на основе цитоархийской тоники кору мозга подразделяют на две такие основные части. Это аллокортекс и неокортекс. Аллокортекс, соответственно, состоит из трех-пяти слоев, и его подразделяют, в свою очередь, на архикортекс, которым относится гиппокамп, и палеокортекс. Давайте посмотрим поподробнее на уже срезе мозга, карминальных срезах мозга, где располагаются, собственно говоря, неокортекс, архикортекс и палеокортекс. Архикортекс – это одна из самых древнейших структур, и она имеет трехслойное строение. И у млекопитающих представлено гиппокампом. В принципе, он имеет трехслойное строение, здесь, возможно, кажется больше, но из-за того, что он свернут на себя, то создается впечатление, что здесь может быть больше. Если мы рассмотрим только часть, например, гиппокампа, вот эта вот область называется область С1, то здесь видно, что в середине проходит пирамидный слой, и сверху и снизу располагаются слои, где в основном располагаются отростки пирамидных нейронов, а также другие клетки. Но именно пирамидный слой, он такой плотный, и, соответственно, здесь располагаются пирамидные клетки. В принципе, к палеокортексу у млекопитающих относятся области, которые связаны с обработкой информации, поступающей от обонятельных луковиц. Это обонятельный тракт, это переформенная кора передняя-задняя, и она, в общем-то, тоже имеет такое трехслойное строение в основном. То есть в середине располагается пирамидный слой, где располагаются пирамидные клетки, а снаружи от них находится молекулярный слой, и изнутри полиморфный слой. То есть он имеет такое, тоже более-менее такое древнее строение, которое похоже на строение палеума у животных, которые в эволюции были до млекопитающих. Ну, например, у рептилий, у которых тоже можно найти аналоги. Однако достижением именно в ходе эволюции, одним из достижений, которое произошло у млекопитающих, является появление неокортекса с его характерной шестислойной структурой, которая занимает у млекопитающих иногда до 90-95% общей части коры и бесспорно обеспечила в том числе некоторое эволюционное развитие этих животных. Итак, здесь одна из самых старых, наверное, карт, репродукция одной из старых карт, которые были сделаны еще в те времена, когда карты рисовали скорее, нежели фотографировали. И, соответственно, на примере фронтальной коры можно рассмотреть как раз эти самые шесть слоев. Причем различают иногда, ну, не различают, они, наверное, дополняют друг друга, что в слоях можно выделить как цитоархитектонику, то есть особенности клеточного состава каждого слоя, так и миелоархитектонику, то есть особенность расположения волокон в этих слоях. И, соответственно, давайте вспомним просто, как называется. Я думаю, все примерно слышали, но тем не менее. Итак, верхний поверхностный слой, который находится на поверхности коры, называется первым слоем. И, соответственно, здесь расположено в основном волокна, клеток очень мало. То есть они есть, но их немного. Второй слой – это наружный гранулярный слой. И здесь могут располагаться как клетки всяких типа звездчатых клеток, которые могут иметь округлую форму, так и мелкие пирамиды. Соответственно, дальше за ним идет пирамидный слой, третий слой. И, соответственно, здесь также в основном представлены пирамиды. Далее идет четвертый слой, который представлен гранулярными клетками. Но гранулярная клетка на самом деле – это такой какой-то общий термин, и под ним могут подразумеваться не только, собственно говоря, какие-то звездчатые клетки или какие-то другие, но и сюда входят и мелкие пирамиды. То есть нельзя сказать, что, например, в четвертом слое нет пирамид, они там тоже есть. Дальше гранулярный слой пятый и, соответственно, мультиформный слой, шестой слой, в котором располагаются клетки разной формы. Почему, собственно говоря, цитархитектоника интересна? Потому что она напрямую связана с функцией, которую выполняют разные области коры. И если посмотреть внимательно на цитархитектонику разных областей коры, то можно заметить, что они отличаются друг от друга. И, собственно говоря, знаменитые поля Бродмана, они как раз основаны на цитархитектонике различных полей. И уже к этой цитархитектонике в том числе, ну не только, естественно, на основе цитархитектоники, уже привязывались некоторые функции. То есть существует некая взаимосвязь между структурой функции. И чем интересна кора мозга, что эта взаимосвязь как раз довольно хорошо иногда прослеживается. И, соответственно, неокортекс иногда подразделяют на гомотипическую и гетеротипические области. Гомотипические области – это обычно различные ассоциативные области или вторичные, третичные области, в которых все слои более-менее представлены равномерно. И, соответственно, имеют такое базовое строение. В то время как гетеротипические, ну гетера как раз означает, что немножко чем-то отличается, их можно подразделить на такие два типа – гранулярные и агранулярные. Иногда еще выделяют дисгранулярные, но это уже скорее вопрос к таким анатомам. Итак, давайте посмотрим, чем отличается гранулярная гетеротипическая кора. Она отличается тем, что у нее наблюдается выраженный четвертый слой. И, казалось бы, с чем это может быть связано? Сравнение разных областей коры показало, что такая особенность строения коры характерна для различных сенсорных областей. Здесь конкретно представлена зрительная область коры, однако для других сенсорных областей может наблюдаться похожая ситуация. То есть это соматосенсорные области, слуховые области коры и так далее. И давайте посмотрим повнимательнее на примере как раз соматосенсорной коры, в частности, так называемой бочонковой коры грызунов. Она еще называется по-английски barrel cortex и является довольно таким излюбленным объектом для исследования сенсорной физиологии. В чем… Итак, да, сначала посмотрим как бы общий план строения такой анализаторов, да, скорее вспомним. То есть его суть заключается в том, что у нас сначала есть некий периферический отдел анализаторов, да, то есть это нейроны, которые реагируют на стимулы. В частности, здесь это нейроны, чувствительные нейроны, которые реагируют, например, на прикосновение к каким-то вибрисам на мордочке грызунов. Затем идет переключение в стволе мозга и, соответственно, затем идет переключение в таламусе. Вообще, особенностью тоже центральной нервной системы млекопитающей является то, что практически все области неокортекса, они связаны так или иначе с таламусом. То есть таламус является у млекопитающих таким основным переключателем поступающей информации, ну, иногда и частично исходящей информации тоже из коры. И, соответственно, почему этот объект является излюбленным? Потому что для каждой вибрисы на мордочке грызуна существует определенная область в этой самой баррел-кортекс, в этой бочонковой коре. И таким образом можно изолированно изучать физиологию проведения сигнала от периферии до центрального отдела анализатора. И здесь мы переходим к тому, что как раз почему четвертый слой так выражен в сенсорных областях. Дело в том, что именно в четвертый слой поступает основной сигнал из сенсорных областей таламуса. Ну, в данном случае это вентропостер-медиальное ядро таламуса, в котором происходит переключение информации от вибрис. И, соответственно, здесь происходит разветвление. Если встроить флуоресцентные белки в это самое вентропостер-медиальное ядро таламуса, то можно получить картинку их отростков. Здесь нормально видно. И видно максимальное разветвление именно в четвертом слое коры. То есть четвертый слой является основным таким входом от таламуса в кору. И поскольку сенсорные области коры занимаются в первую очередь обработкой поступающей информации, особенно если это касается первичных сенсорных областей, то, соответственно, четвертый слой часто начинает именно расширяться. Здесь это не так выражено. Например, в зрительной коре иногда в четвертом слое выделяют до трех подслоев, в каждой из которых происходит немножко разделение поступающей информации. Однако стоит отметить, что не только, естественно, в четвертый слой поступает информация, но и немножко в другие слои. И еще можно заметить, что из другого ядра таламуса, заднего медиального ядра таламуса, отростки приходят не в четвертый слой, а в верхнюю часть пятого слоя, а также в первый слой. То есть хотя четвертый слой является основным входом, но иногда информация может поступать и в другие слои. И таким образом происходит поступление разной информации. На самом деле здесь получается, что информация, которая поступает от вентропостер-медиального ядра таламуса, она является такой специфичной и локализованной, в то время как от заднего медиального ядра таламуса информация происходит более диффузная и, соответственно, менее локализованная. Это можно сравнить, даже иногда говорят, что вход от вентропостер-медиального ядра проходит как по лимнистскому пути, а, соответственно, от заднего медиального ядра – это паралимнистский или экстралимнистский путь. Когда как раз можно какую-то аналогию к тому, что когда у нас идет проведение болевой чувствительности, когда у нас есть по одному пути проходит болевая чувствительность, которая очень локализованная, соответственно, и по-другому, и быстрая при этом, а по другому пути происходит менее локализованная и немножко мультисенсорная информация. Соответственно, когда сигнал приходит в четвертый слой коры, он дальше распространяется уже по другим слоям. Это верхние слои, второй, третий слой, это в пятые слои и так далее. То есть это такая общая схема строения, которая наблюдается, конечно, с некоторыми исключениями, но в целом подобные ситуации наблюдаются в сенсорных областях коры. Так, ну и здесь тоже такая схема, то есть здесь как раз показано, что эта схема, например, наблюдается как в соматосенсорной области, так и в зрительной коре, просто там идет переключение через разные ядра таламуса. Ну, соответственно, в зрительную кору информация приходит из латерального коленчатого тела, ну, которая, собственно говоря, это уже относится к таламусу. И когда информация приходит в первичные области, она далее может распространяться и в различные вторичные области и так далее, для того, чтобы там происходила более высокая уровневая обработка сигналов. И также стоит отметить, что как из первичной коры, так и как из первичных областей, так и из вторичных областей информация также возвращается в таламус, хотя не обязательно в то же самое ядро, а скорее даже в другие ядра таламуса. Таким образом обеспечивается возвратное проведение сигнала и его поднастройка. Итак, мы посмотрели сенсорную область. Чем же отличаются моторные области коры? Можно заметить, что в моторных областях коры в пятом слое наблюдается такое расширение некоторого пятого слоя, и в них начинают присутствовать крупные клетки. И в частности, в первичной моторной коре такие клетки называются клетками БЕЦА. Да, стоит отметить, что такая кора называется агронулярной, потому что как раз вот этот самый входной четвертый слой, он имеет минимальную представность. Кто-то где-то на картах рисует, что вообще четвертого слоя нет. И, соответственно, поэтому такую кору иногда называют агронулярной, то есть лишенной агронулярного слоя. Вот здесь на рисунке представлены нейроны пятого слоя, поскольку фотографии всегда лучше, чем схема, хотя не всегда, ладно. Но здесь можно видеть, что нейроны пятого слоя имеют хорошо выраженные апитальные дендриты, которые ветвятся в верхних слоях коры, а также в других слоях коры. То есть именно эти слои, получается, обеспечивают приток информации в пятый слой. Итак, соответственно, клетки БЕЦА в четвертой области то есть они располагаются в пятом слое, просто здесь показана именно четвертая область, четвертое поле Бродмана. И, соответственно, их особенностью является то, что эти клетки отправляют свои отростки по пирамидальному тракту напрямую в спиной мозг. То есть особенность моторной коры заключается в том, что у них выражены области, которые не принимают информацию, а наоборот отправляют достаточно далеко, ну, соответственно, в спиной мозг, где происходит переключение на мотонейроны спинного мозга и уже регуляция движения. Клетки БЕЦА являются не единственными клетками, которые обеспечивают проведение движения. И, собственно говоря, пятый слой коры является также не единственным выходным путем из неокортекса. И здесь можно рассмотреть разнообразие таких клеток, которые обеспечивают выход из коры мозга в другие области. И такие клетки располагаются в первую очередь в пятом и шестом слое, если мы говорим о связях с вне корковыми связями. Есть еще второй и третий слой, который обеспечивает в том числе внутри корковые связи, но к ним мы позже подойдем дальше. И, соответственно, нейроны пятого, такие проекционные нейроны пятого и шестого слоев коры, их иногда подразделяют на внутри цель-теленцефалические и экстра-теленцефалические. То есть те, которые остаются в пределах конечного мозга, чьи отростки остаются в пределах конечного мозга, и те, которые покидают эти пределы. И, например, здесь рассмотрены нейроны пятого слоя, которые покидают пределы конечного мозга. Хотя эти же нейроны, эта же подгруппа нейронов, может также и внутри конечного мозга формировать связи и отправлять свои проекции, но и отправлять свои отростки. Например, то, что мы уже говорили, к спинному мозгу, а также к области покрышки, в мост, ствол мозга и так далее. То есть это один из основных источников проекции из коры в подкорковые структуры. Также нейроны шестого слоя коры часто отправляют свои отростки в таламус и как раз периодически являются именно теми возвратными, обеспечивают тот самый возврат сигнала, в том числе даже и в сенсорные, от сенсорных к сенсорным областям. И таким образом обеспечивают обратные связи, которые настраивают систему так, чтобы она работала более адекватно. То есть обеспечивают обратную связь. И, соответственно, также нейроны пятого-шестого слоя коры разветвляются внутри конечного мозга и, соответственно, формируют связи. Что в этом примечательного? То, что эти нейроны, они отличаются не только своими связями, они еще отличаются и по экспрессии тех генов, которые отличаются по экспрессии генов. То есть, например, нейроны пятого слоя и шестого слоя, они отличаются экспрессией некоторых транскрипционных факторов. То есть это в какой-то степени генетическая заданная программа, то есть куда отправят свои отростки те или иные нейроны. Теперь переходим ко второму-третьему слою. И, собственно говоря, как я уже начала говорить ранее, нейроны второго-третьего слоя, они, во-первых, получают информацию от нижележащих слоев и ее в какой-то степени интегрируют, а также обеспечивают взаимодействие между слоями коры, а также между разными отделами коры совместно с нейронами пятого-шестого слоя. Здесь показана картинка соматосенсорной области коры. Мы уже, собственно говоря, встречались, это, скорее всего, в баррел-кортекс, где с помощью инутероэлектропорации были заражены нейроны второго-третьего слоя коры. И видно, что их исходящие проекции, они хорошо ветвятся в пятом слое. То есть, собственно говоря, нейроны пятого слоя, которые являются основным выходом и в подкорковой области коры, они получают информацию, в первую очередь, от нейронов второго-третьего слоя. И таким образом, эта связь между нейронами второго-третьего слоя и пятого слоя иногда определяет как раз активность, которая проявляется в том числе в движении. И помимо того, что они иннервируют нейроны пятого и шестого слоя, они также через корпус колозум переходят в другое полушарие, и там они проходят в составе белого вещества и могут подниматься и иннервировать другие области коры. То есть, нейроны второго-третьего слоя, они с одной стороны интегрируют сигналы, обрабатывают, и с другой стороны обеспечивают связь между различными отделами как внутри одного полушария, так и между полушариями. Вот, это здесь также хорошо показано. Еще можно сказать то, что, как я уже сказала, разные проекционные нейроны, например, того же самого пятого-шестого слоя, они могут отличаться по экспрессии генов, по экспрессии различных транскрипционных факторов. И, кроме того, они отличаются, если посмотреть на развитие, они отличаются по времени их, грубо говоря, рождения. То есть, ну, наверное, вы помните, что в ходе эмбрионального развития сначала формируются нижние слои коры, затем верхние, и точно так же сначала формируется, да, вот, хотя тут полдня разница, но, тем не менее, для развития грызунов это важно, сначала формируются нейроны, которые имеют кортикоспинальные и кортикоталмические связи, то есть связи между корой и подкорковыми структурами. И позже уже развиваются те же самые нейроны, но которые имеют уже внутрикорковые связи, то есть это нейроны тех же самых пятых-шестых слоев и, естественно, более вышележащих. То есть проекции, то, куда отправятся отростки от того или иного нейрона, зависит в том числе от генетических факторов, от времени возникновения, ну и от разных факторов. И, соответственно, мы рассмотрели с вами, получается, вход, основной вход, таламический вход в кору. Мы рассмотрели, да, что он происходит на нейроны четвертого слоя в первую очередь. Мы рассмотрели основные выходы, это нейроны пятого слоя, которые отправляют свои отростки в подкорковые структуры. Это нейроны шестого слоя. Это нейроны шестого слоя, которые отправляют в таламус и в другие области. Это нейроны второго, третьего слоя, которые отправляют свои отростки внутри коры. И таким образом у нас уже почти готова схема, собственно говоря, основная схема взаимодействия нейронов внутри коры мозга. Помимо таких связей, также можно выделить различные модуляторные связи. То есть кора не существует изолирована, она существует вместе со всем остальным мозгом, и ее функция определяется в том числе активностью различных модуляторных систем. И здесь, в частности, показаны различные медиаторы, которые входят в кору, и они могут распространяться на достаточно большие области. То есть если для обычных связей специфических локальных требуется очень много различных отростков, то здесь отростков иногда не так много, их количество может тысяч достигать даже, а не каких-то безумных количеств, иногда, по-моему, даже сотен. Но тем не менее из-за того, что они очень сильно разветвляются по всей коре, то они играют важную роль. Соответственно, источником дофамина является голубое пятно, источником серотониновых волокон являются ядра шва. Ой, прошу прощения, дофамин не голубое пятно. Прошу прощения. Да, дофамин – это черная субстанция в первую очередь. Да, серотонин – это ядра шва, но адреналин как раз голубое пятно. Но источником гистаминовых волокон является гипоталамус, по-моему, и так далее. Также важную роль играет ацетилхолин, который также влияет на проведение сигналов. Чем отличаются, собственно говоря, такие локально-специфичные проведения сигналов от модуляторного воздействия. То есть оно заключается в том, что модулирующее воздействие часто не вызывает само по себе возникновение потенциала действия, например, на постсинаптической клетке. Однако оно может регулировать его вероятность возникновения. То есть оно может таким тоническим образом регулировать мембранный потенциал. Соответственно, проведение потенциала действия будет зависеть от, собственно говоря, мембранного потенциала. И если какие-то тонические действия каких-то модуляторов приведут к тому, что мембранный потенциал у каких-то клеток будет немножко уменьшаться, то тогда это, естественно, затормозит проведение сигнала. То есть модулирующее действие заключается в том, что у вас проведение сигналов не находится в двух состояниях, там 0, 1, а оно, получается, влияет на вот эту вероятность. Либо у вас сигнал пройдет, либо нет. И, соответственно, оно именно меняет вероятность проведения сигнала. И при этом такое воздействие распространяется сразу на достаточно крупные области коры, и не только коры, и это определяет немножко, получается, состояние больших областей мозга. Так, я, кажется, очень быстро говорю. Вопросы есть? Сейчас, я думаю, можно немножко остановиться. Ладно, все все знают. Хорошо. Тогда, собственно говоря, теперь от микроструктуры немножко к макроструктуре перейдем. И, соответственно, если посмотреть не на микроструктуру, а на макроструктуру, то здесь можно выделить несколько долей, которые в каждой доле располагаются различные области. Центральная борозда разделяет лобную долю от теменной, и в лобной доле располагаются различные ассоциативные области, в частности, например, префронтальную кору, а также моторную область, например, первичную моторную кору, о которой ранее говорили. За центральной бороздой располагается теменная доля, где расположены соматосенсорные области, также некоторые, они перемежаются различными вторичными и ассоциативными областями. В затылочной доле располагаются, собственно говоря, участки, которые относятся к зрительной коре, первичные и вторичные. В височной доле располагаются области, которые относятся к слуховой зоне. И существует такое разделение, еще люди любят классифицировать, когда выделяют некоторые оси, по которым пытаются найти какие-то градиенты. И вот, в частности, авторы одной статьи рассматривают такую ось, на одном конце которой находятся сенсомоторные области коры, то есть это как раз первичные сенсорные, первичные моторные области, и к ассоциативным областям, которые в том числе относятся к области, которые располагаются в лобной доле. И они подразделяют их по нескольким параметрам, в том числе, в первую очередь, по выполняемой функции. То есть они построили такую функциональную иерархию, и говорят о том, что, собственно говоря, сенсомоторные области выполняют в первую очередь низкоуровневые функции, то есть это прием сигнала, от прием чувствительного сигнала и, соответственно, управление движением и так далее. То есть это те функции, которые являются низкоуровневыми и которые выполняют, например, не только кора мозга у млекопитающих, но и более низкоорганизованные области мозга у более низкоорганизованных животных. В то время как при движении к более ассоциативным областям коры мозг начинает выполнять более высокоуровневые функции, которые связаны с обработкой сигнала, с выделением каких-то образов, связаны с вниманием, с развитием языка, рабочей памятью и сознанием и так далее. То есть при движении ко все более и более ассоциативным областям наблюдается, во-первых, мозг начинает выполнять более высокоуровневые задачи, и авторы находят также корреляцию по этой оси с процессами, которые происходят в мозге. В частности, например, они указывают, что в более высокоуровневых областях наблюдается более высокая скорость метаболизма, в частности, например, аэробного гликолиза. Также в них повышена скорость кровотока. Также они отмечают, что при сравнении именно вдоль этой оси различных областей наблюдается изменение в экспрессии различных генов. И, собственно говоря, они как раз в том числе объясняют это тем, что более ассоциативные области, они появились в эволюции позже, и поэтому они сильнее отличаются от более низкоуровневых областей, к которым относятся как раз различные сенсомоторные области. Так, да, я совсем быстро, ну почти что закончилась. И, соответственно, еще немножко про ассоциативные области. И такой, на мой взгляд, немножко забавный вопрос. Существует ли перфронтальная кора у грызунов? Как мы только что говорили, в ходе развития в эволюции, особенно если рассматривать, сравнивать грызунов и приматов, происходит резкое развитие ассоциативных областей, и в том числе формирование более высокоуровневых зон обработки информации, например, расположенных в лобной доле у человека или в передней части мозга, в фронтальной части у грызунов. И вот в частности, такая область, которая называется перфронтальная кора, исходно ее выделяли у приматов. Причем по разным критериям. И гистологи, нейроанатомы, которые изучали именно приматов, они считали, что у других видов, не приматов, этой области просто нет. Однако эволюция в науке не стоит на месте. И, соответственно, на основе некоторых, но не всех критериев, люди начали находить какие-то похожие гомологичные области у грызунов, в частности, у мышей, у крыс и так далее. Собственно говоря, которые расположены где-то в передней части мозга. Но это привело к тому, что исследователи, во-первых, не всегда толком понимают, точнее, не то, что толком понимают, исследователи иногда под одним и тем же названием, например, та же самая перфронтальная кора, могут понимать немножко разные области. Особенно это касается того, что если сравнивать исследования на приматах и на грызунах, в частности, но учитывая, что в последние годы в связи с развитием нейробиологии, в первую очередь, не то, что в первую очередь, именно исследования на животных, они часто фокусируются именно на грызунах в связи с различными этическими нормами. То есть они отходят немножко от кошек и так далее. Хотя исследования на приматах стоят немножко особняком. То, соответственно, исследователи на грызунах стараются экстраполировать данные, полученные на грызунах на человека, и иногда возникает путаница. И, собственно говоря, название этих статей, оно может отражать как раз эту путаницу. То есть что, если вообще что-то, что является префронтальной корой у грызунов, что составляет префронтальную кору, имеют ли крысы префронтальную кору. То есть такой вопрос поднимается. И, в частности, мне показалось интересным то, что когда разным исследователям, которые изучают, например, грызунов и приматов, задают вопросы о том, что, собственно говоря, входит в состав той или иной части коры, они могут отвечать по-разному. В частности, например, такой вопрос, является ли прелимбическая кора частью передней цингулярной коры. И в зависимости от того, на каких объектах сконцентрированы исследователи, на грызунах или на приматах, эти ответы могут немножко отличаться. То же самое, например, касается вопроса, когда задают, является ли, например, прелимбическая кора частью дорс-медиальной или вентромедиальной префронтальной коры. И тут мнения исследователей могут практически 50 и 50 разделиться, что одни исследователи будут считать так, другие так. Это говорит о том, что, ну, во-первых, да, что наука, она живая, немножко развивается, и о том, что классика иногда, скажем так, классика иногда забывается, и о том, что очень важно при своих исследованиях как можно более четко указывать не просто какие-то названия, особенно в таких спорных вещах, но, например, когда, ну, если речь идет, например, о каких-то операциях, которые проводятся на грызунах, то, например, избегать таких многозначных названий, как префронтальная кора, и, например, пользоваться более определенными названиями, как, например, прелимбическая, интралимбическая, и обязательно смотреть на координаты. Ну, и обязательно, ну, в принципе, это обычно всегда делается, но в данном случае это очень важно указывать именно координаты, чтобы разные исследователи, которые будут читать статью, точно могли понять, о какой части идет, о какой части мозга идет речь. Ну, да, и, соответственно, это также отражает то, что в эволюции происходят такие изменения, что иногда не очень понятно, какие области являются гомологичными, какие аналогичные, какие аналогичными, и как экстраполировать одни части мозга, например, у тех же самых грызунов, на другие части мозга у приматов. Так, все, у меня все, хотя я очень быстро закончила, вот, ну, возможно, да. Они, собственно говоря, смотрели, в какую сторону идет, собственно говоря, развитие у более поздних в плане эволюции, да, в какую сторону идет развитие коры мозга от менее организованных, не то, что менее организованных, ну, например, от грызунов к приматам, именно какие области как эволюционируют, и как раз показывают, что эволюция идет в сторону более ассоциативных областей, хотя тут следует заметить, что это еще должно быть связано с конкретными видами, да, то есть если мы немножко антропоцентризмом занимаемся, да, тогда как бы у нас идет эволюция в сторону ассоциативных областей, да, если смотреть при переходе от грызунов к приматам, вот, для других видов это может быть не совсем так, и, соответственно, то есть они пытались понять, чем отличаются различные области друг друга, в частности, они, например, сравнивают области, которые находятся просто, если сравнивать, например, по передней-задней оси или там дорсо-вентральной оси, и они показывают, что эти оси меньше отражают различия в различиях физиологических особенностей, в морфологических, ну, то есть я тут привела два примера, уровень метаболизма, уровень кровотока, они еще несколько параметров сравнивают, и таким образом именно показывают, что вот эта вот ось от сенсомоторных к ассоциативных, она лучше всего позволяет различать свойства нейронов. Так, вот это? А, ну, это, собственно, да, это внутренняя медиальная, получается, часть мозга, и там, как бы, ее фактически, получается, нету, да, то есть здесь она занята подкоркой, но это область, где смыкается внутри. Да, здесь многие данные как раз, по-моему, насколько я поняла, с помощью именно на основе ФМРТ. Нет, это вводили вирусы в ядра таламуса, в разные ядра таламуса, в частности, вот, вентропостеромедиальное ядро таламуса. Эти вирусы экспрессируют флуоресцентные белки, которые распространяются по отросткам и достигают, собственно говоря, разных отделов коры. Ну, собственно говоря, здесь вот можно на этой картине, да, то есть в первую очередь это различные отростки нейронов, да, то есть здесь сюда приходит, например, вот если мы посмотрим пятый слой, да, нейрон с коры, он отправляет апикальные дендриты наверх, к первым слоям, и здесь как раз в первом слое происходит активное ветвление, да, то есть это, естественно, касается не только пятого слоя, но и, сейчас, второго-третьего слоя, которые, также апикальные дендриты которых идут вверх и часто ветвятся в первом слое коры. Вот, также тут присутствует небольшое количество клеток, ну, таких, это обычно не пирамидные клетки, такие, какие-то немножко местами странные формы, в том числе некоторые ингибиторные нейроны, есть некоторые специфические клетки для первого слоя коры, но в целом именно клеток там уже немного, то есть в основном там как раз происходит встреча между отростками нейронов, там проходит некоторые волокна, которые контактируют друг с другом. И, сейчас, я, наверное, просто была хорошая статья, которая, кажется... Да, у меня тут ссылки нету, я ее находила. Именно в верхних слоях, и там происходит, там располагается часто больше рецепторов, которые обеспечивают, да, передача сигнала, чем в нижних слоях, то есть в разных слоях коры, там не только там разные там типы нейронов и так далее, но эти разные слои коры еще отличаются и представленностью, и плотностью рецепторов, и вот в верхних слоях эта плотность часто, она как бы выше. Вот, ну, собственно говоря, да, то есть в первом слое, в самом поверхностном, вот, и здесь вот тоже видно, да, что здесь приходит и в том числе и из таламуса часть волокон приходит, и из второго-третьего слоя, там, из пятого и так далее. То есть это, в первую очередь, вот такая вот область взаимодействия. Вот, но небольшое количество кляток там тоже есть. Ну, они и передают, и воспринимают, потому что туда еще и проходит коллатерали и от аксонов. Аксоны часто не рисуют, поэтому... Ну, вот, собственно говоря, да, вот тут вот изображено, что сюда, во-первых, также в первые слои... Да, вот, получается, кортико-кортикальные, афферентные терминали. То есть сюда, в том числе в самые верхние слои, приходят из других областей коры, в том числе аксоны. И, ну, собственно говоря, так... Как бы не наврать, конечно. Да, 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 конечно. Спасибо. Ну, спасибо. Продолжение следует... 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 Ну, в том числе, да. Ну, и, соответственно, это затем накладываются какие-то внутренние особенности гиппокампа. Да. Да. Это корональное. Ну, это же синонимы, да, корональные и фронтальные. Да, да, я просто, да. А, спасибо, да. Вот, я просто как раз обычно с атласами грызунов, и там обычно это как раз, ну, они называются корональные. Да, это мозг грызуна, это я взяла картинки из этого, как его называть, Allen Brain Atlas, мозг мыши. Вот, и если смотреть, то есть вот эта часть, она сделана на уровне соматосенсорной коры, то есть она ближе к носу, чем, скажем, здесь. Ну, то есть здесь тоже как бы соматосенсорная кора, но она уже немножко подальше в сторону хвоста. Да, то есть вот эта картинка ближе к носу животного, это картинка уже в сторону, ну, да, хвоста. Вот, но здесь видно, здесь еще нет гиппокампа, потому что он не сразу начинается, не с самого начала коры, вот, и здесь он уже выражен. Ну, в целом, как бы, да, особенно как бы на это название намекает, но вот здесь я, честно говоря, пыталась хорошенько в этом разобраться. В целом, да, 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 ну, собственно говоря, да, архикортекс переводится, по-моему, как древний, палеокортекс как старый, если ничего не путаем. Вот, и, ну, собственно говоря, палеокортекс, он, его особенность в том, что он связан в первую очередь с обработкой обонятельных сигналов. То есть, если большая часть чувствительной сигнализации в кору у нас проходит через таламус, то особенностью обонятельного мозга является то, что он не проходит через таламус и поступает в кору напрямую, да, от обонятельных луковиц по такому обонятельному пути немножко. И обоняние играет роль именно, в первую очередь, такую значительную роль играет у млекопитающих. Да, собственно говоря, есть тоже немножко такие представления об эволюции, в том числе коры мозга, как об эволюции обонятельного мозга. Вот, ну, я, насколько понимаю, все сложнее. И, соответственно, то есть, поэтому развитие палеокортекса больше, ну, как раз связывает с развитием такого направления в сторону млекопитающих, в то время как, в принципе, вот эта вот трехслойная структура, да, которая наблюдается и в архикортексе, и в палеокортексе, она характерна уже для присмыкающихся, да. У них есть так называемый плащ мозга, палеум, который, собственно говоря, во всем протяжении как раз имеет такую более древнюю структуру, то есть, у них нет шести слоев, у них как раз вот такие там два-три слоя наблюдаются, и поэтому вот эти вот части как раз считаются более древними, потому что они как раз соответствуют, то есть, ну, больше похожи на ту структуру, которая наблюдается у присмыкающихся. Вот, ну, и, в принципе, вот эту вот всю кору считают, что она, ну, как бы ее гомологам у присмыкающихся, у присмыкающих роль гомолога играет палеум, при этом именно неокортекс развился из дарсальной части палеума, то есть из медиального, гиппокамп, ну, архикортекс – это как бы аналог медиального палеума, и палеокортекс в какой-то степени аналог латерального палеума. Вот, поскольку в ходе эволюции, ну, то есть, грубо говоря, гиппокамп, он тоже, он не представляет собой такую застывшую структуру, которая вот была там где-то, да, а она тоже, собственно говоря, эволюционировала вместе со всем мозгом, то, ну, как бы тут очень немножко сложно, как бы, говорить там, что древнее, что не древнее, вот, тем более некоторые вещи, да, исследования эволюции, они иногда немножко некоторые представления переворачивают, вот, поэтому, ну, эти термины, как бы, они используются, но с осторожностью. А, ну, как бы, писать вам, конечно, никто не запретил. Вот, просто, да, вот, даже в одной из статей, как раз обзорных, они в целом, как бы, новые, указывается, что, просто учитывая, что под префронтальной корой у грызунов люди могут понимать разные вещи, то, соответственно, когда вы говорите, вот, там, мы взяли префронтальную кору, это может означать разные вещи, то есть вы могли, то есть люди, которые исследуют приматов, понимают под этим одно, люди, которые исследуют грызунов, понимают под этим другое. И, соответственно, на самом деле, авторы этой статьи, например, они сравнивали разные атласы, той же самой крысы, по-моему. А, ну, сейчас. Вот, например, да, там вопрос такой. Вот. Сейчас, как бы это правильно ответить, что разные исследователи, например, Например, если вы говорите просто префронтальная кора, то не очень ясно, о какой именно части вы говорите. То есть, например, в префронтальной коре кто-то, например, выделяет цингулярную кору, кто-то там прелимбическую. Ну, в принципе, почти все подразумевают, что прелимбическое и инфралимбическое относятся к префронтальной коре. Просто у префронтальной коры обычно есть подразделение внутреннее, и вот в этих подразделениях может быть путаница. И, соответственно, еще есть при сравнении префронтальной коры, например, у приматов и у грызунов есть некоторые отличия. То есть у приматов в префронтальной коре есть области, где появляется как раз гранулярный слой. Он немножко похож на гранулярный слой сенсорный, хотя не является как бы более-менее гомологичным. В то время как префронтальная кора грызунов является полностью агронулярной. И вот как бы, если, ну, зависит от того, о чем вы говорите. То есть если вы говорите о том, что мы берем префронтальную кору, как, например, гомолог у приматов, чтобы там трансляция была от грызунов к человеку, это нужно учитывать, да, что у приматов есть области, в которых очень сложно найти гомологию у грызунов, в частности, например, по строению цитоархитектоники. Вот. И опять же, когда вы говорите о префронтальной, то обычно, кстати, часто не говорят именно просто префронтальной, говорят, например, там, медиальная префронтальная кора или еще какая-то. И вот уже когда идут более дробные какие-то области, то может возникать путаница. Вот. Ну, и в любом случае, лучше всегда, ну, то есть, если речь идет о грызунах, то можно как раз вот пользоваться терминологией там прелимбическая, инфралимбическая, она более, наверное, в чем-то более точная, ну, и в любом случае нужно указывать координаты. Ну, да. Вот. Спасибо. 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 Продолжение следует...